Всем добрый день! Представляю вниманию доклад на тему предельно короткие импульсы в оптической низотропной среде с углеродными нанотрубками с металлическими свойствами. Целью настоящей работы явилось исследование взаимодействия предельно коротких импульсов с нелинейной оптической низотропной средой, содержащей углеродные нанотрубки. Углеродные нанотрубки рассматриваются кресленого и зигзагообразного типа, обладающие металлической проводимостью. На данном слайде приведена структура углеродных нанотрубок типа кресла и типа зигзаг. Как известно, нанотрубки являются подходящим кандидатом в качестве среды для стабильного распространения предельно коротких импульсов. И в данной работе мы будем исследовать влияние нанотрубок двух разных типов с металлической проводимостью на форму, распространяющуюся в низотропной среде импульса. На рисунке 1 представлена геометрия задачи. Мы рассматриваем углеродные нанотрубки, которые погружены в диэлектрический низотропный кристалл. Оси кристалла считаются направленными с осями декартовой системы координат. И ось нанотрубок лежит в плоскости x, y и образует с осью x угол альфа. Мы будем исследовать распространение трехмерных предельно коротких электромагнитных импульсов в данной системе. И будем рассматривать углеродные нанотрубки с металлическими свойствами. Нами будет решаться трехмерное волновое уравнение, которое с учетом двух компонент поля и второй поляризацией света, которая возникает в силу непараллельности вектора электрического поля оси ОНТ, можно записать в следующем виде. Поскольку мы рассматриваем углеродные нанотрубки двух типов, запишем для нанотрубок типа общего НМ периодические условия на границе, которые позволяют нам эти числа индекса хиральности НМ и находить. И в качестве примера приведем здесь закон дисперсии электронов хиральных углеродных нанотрубок. И в случае, когда у нас НМ совпадают, мы имеем дело с законом дисперсии для нанотрубок типа кресла. У нами было получено выражение для плотности тока, для двух компонент плотности электрического тока. И мы здесь учитываем, что интегрируем мы по первой зоне бриллиена. И это позволяет определить нам область интегрирования из условия равенства числа частиц в этой области и в первой зоне бриллиена. Далее осуществлялся переход в цилиндрическую систему координат. При этом можно пренебречь производной по углу, как показано в ранее проведенных исследований, что неоднородность поля вдоль оси УНТ может приводить к накоплению заряда, но это накопление является несущественным для предельно коротких импульсов фимтосекундной длительности, и поэтому данной производной можно пренебречь. Эффективное уравнение решалось численно при следующих начальных условиях, и в результате были построены следующие зависимости. На рисунке 2 приводится эволюционная картина для х-компоненты интенсивности поля в разные моменты времени для нанотрубки кресельного типа. Видим, что импульс испытывает дисперсионное расплывание, которое связано в первую очередь с учетом второй компоненты поля, и также отметим разделение основного импульса на несколько, сохраняющих свою область локализации. Далее было проведено сравнение с рассмотренным нами ранее случаем для полупроводниковых нанотрубок типа зигзаг, а также для нанотрубок типа зигзаг с металлической проводимостью, то есть когда число N у нас кратно 3, как вот в случае пунктирной линии на рисунке 3. И мы выбирали трубки с близкими по величине диаметрами. Видно, что типы хиральных углеродных нанотрубок МЧА и зигзаг указывают влияние на величину поля для обеих компонент, для х- и у- компонента интенсивности, причем для зигзагообразных трубок, что соответствует сплошной и пунктирной линии, интенсивность несколько раз выше, чем для кресельных, которые у нас описываются точечной кривой. Что связано с тем, что зигзаг трубки при N кратном 3 имеют очень маленькую ширину запрещенной зоны и по сути являются полуметаллами. Следовательно, обладает меньшей проводимостью по сравнению с нанотрубками МЧА. Несмотря на существенный рост Y-компонента, которая у нас в начальный момент времени отсутствовала, она не превосходит соответствующую X-компоненту. И также из приведенных рисунков следует, что расплывание импульса в продольном направлении для нанотрубок кресельного типа, опять же точечная кривая, меньше, чем для зигзагообразных нанотрубок, для которых также наблюдается появление хвоста за основным импульсом. Таким образом, можем заключить, что предпочтительным с точки зрения сохранения области, в которой локализуется импульс, являются кресельные запрещенные. И также нами была построена зависимость поперечной ширины импульса L, за которой мы принимаем расстояние, где интенсивность электромагнитного поля падает в два раза, от времени. Из рисунка 4 видно, что возбуждаемая Y-компонента поля, ей соответствуют кривые 3 и 4, уширяется сильнее, чем X-компонента, и при этом тип углеродных нанотрубок, как видно из рисунка, не оказывают существенного влияния на поперечную ширину импульса. В заключении сделаем основные выводы из проведенного исследования. Было выполнено численное моделирование влияния структуры углеродных нанотрубок на динамику электромагнитного импульса в среде с оптическими и затропными свойствами. Было показано, что тип УНТ позволяет управлять как интенсивностью, так и шириной импульса при его распространении в нелинейной среде, содержащей нанотрубки. И также показано, что кресельные углеродные нанотрубки являются более перспективными, чем зигзагообразные для локализованного распространения импульса в оптической и анизотропной среде. Спасибо за внимание!